ребят всем пламенный привет на что мы приехали в люкс салон что рейтинг у салона хороший я уже прочитала отзывы и есть какие-то негативные причем в основном они относятся или к администратору или к визажисту и так как поход в люксовый салон это абсолютно не экономичное занятие огромное спасибо всем кто оформляет подписку раннего доступа на бусте стоит это 100 рублей в месяц можно задонатить побольше и в общем это огромное подспорье в том числе благодаря этим святым людям мы сегодня отправляемся в очередной люксовый салон красоты но она пусть уже доступен новый выпуск где я побывала в популярнейшем салоне грива и разгадала как он умудрился собрать 500 отзывов и так внимательно рассмотрим вход видите здесь буква d что как бы намекает на название dolores центр парикмахерского искусства все что мы видим формирует несколько даже завышенные ожидания но искусство там они просто волосы подстричь нажимаем на 3 что в вечернюю вечернюю можем сделать налицо на что есть север от красивой реснички делаем подклеим уголки не знала может походу посмотрим а можно есть у вас цвета и какую-нибудь фотку выбрали мы на что ориентироваться а вы мне покажите что вы принесла хотите мне любой макияж такой покажите вот так хочу я любой сделаю мы можем просто сделать глазище и так красивые ресницы как бы у вас наращиваете нет свои такие выравниваем тон и контурируем я не знаю приблизительно оттенок мы можем хоть вот такой сделать вот пипец какой красивый просто нереально мы можем от начала пойти светлым в углы мы затемним чуть вытянем красивые глаза стрелку подводкой можем сделать и ресницы буквально 3-4 пучка даже сам в углы поставим будет красиво до середины глаза может быть красиво походу а нет у вас какой-нибудь может тихая комната для прям тихо не бывает тихо бывает может какая-то комната где тишина может туда пойдем есть такая нет нет не свет получше могу поменять клюзять давай на взлетесь к и заня 1 на вас только один только на у нас просто 2 и потом действие что это еще ну да а просто косметология занята надо можно что поснимал какого делать единственное что я там по делам уже поездила думала может как-нибудь протрем лицо то что сыворотка у меня только была просто боюсь что жирница не будет сделать нормально моя нормально что а что жало на разглаживает в итоге это не считается я в себе делаю сама покупаю делать себе 3 капли хватает просто на все лицо или шею делают как то вот лицо знаешь не колет постоянно а увлажнение прекрасная штука с такой аппарат так по цвету светлую дабы выбрали а можно было загаром выбрать ну шеи будет не хорошо это надо будет дезальтов сделать вообще надо открыть и открытые да декольте открытые но это потом когда денешь то что сейчас белое просто испачкан дома же есть чем-нибудь да да большой пудрочкой сделать хотя бы я сейчас сравню на нет тут видно не будет хорошо вот потому что многие делают это темно шеи потом отличаются через чёрт чем у кого-то голова отдельно прилипли на шею красиво да брови на рисунок скажи пожалуйста бутки с розовиночкой или бежевым под нож как на фотке у нас да классно что это рассказывать обычно на зажистке все молча да я всех так учу меня мои девочки просятся красивее чем многие мастера по бокам да все это правило можно прям отсюда кисточкой и тушуешь бочок в бок сюда раз подчеркнула красоту многие покороче хотят если можно чуть-чуть совсем можно прям вот так целую и вместе капелюшечку растушила потом сколки наши красивые подчеркнуты чтобы худые щеки были да ну рельеф даже не худую у тебя и так лицо худое чересчур мы это не делаем подчеркиваем просто и растушевываем вниз вот сюда на косточку и под нее вот ты вот так сделала прибамбила уже даже без армян рельефчик есть лица даже мы не худую худорбу такую сделали а просто рельеф подчеркнули вот вот делать вот это место нужно вот прям не терпите получается видишь порезаем и закачиваем американская просто штука качество у них потрясающее штальник с американскими здесь куплены под Калининградом сделано оттуда качество он даже руками растушевывается у нас Менчица купила здесь и она щеткой начала растушевывать носки я такие коричневый носом почему не тушуется нос коричневый я подошла стерли я свои сделала пальцами растушевывать видишь как мы тут когда мы сделали у тебя как срублено получилось не терпите красот вот здесь уже направили кажется колени румяные так хорошо вот это место тоже затемняет чтобы на фотографии было как-то вот так стоишь не было этого места таких подбородков вот это место тоже затернировано всякие пожарные и кто-то любит еще вот это место сюда у меня есть другой стороны деликатный красивый он с мелким краплением сильно блестеть не будем волос яркий носик по серединочке растушевываем над верхней губой ты делаешь называется эффект молодых губ подчеркиваем вот сюда делаю особенно у кого тут ложбинка бывает такая ямочка белая всегда у нас высветляем приближая темное углубляем делаешь вот тут как птичку внутри делаем вот это место чем хорошо вот тут кремообразно потому что сухое пока ты молодая это да а когда бывает уже мимически улыбаешься вот эти лапки сухие подчеркивают а кремообразность даже вечером даже от улыбки от жары соберется когда идешь к зеркалу вот так сделаешь как будто ты уже как новенькое сделала прям вот так вот вот прям чуть-чуть а я вот смотрела обучение свежее там некоторые прям визажисты говорят что надо кисточкой вот так вот брать в тюбик а потом так потому что какая-нибудь болезнь может передаться у меня чистая новая кисточка то есть стала новенькую кисточку все кисточки это новые я с этого сумочка то есть зачем по-моему ну да я про вот эту карандашик имею ввиду про карандашик а ну ты же чистая кисточка ленишь на ампулу на тон ты даже до кожи не докасаешь ничего абсолютно не было там же у нас три слоя и вот чистенькая кисточка ты берешь это рисовая она не забивает то есть косметика защищает конечно туда не дойдет даже до кожи тем более мы сейчас плотно маковским до боевое делали а вот это все коричневая это мы берем сначала рисовую тоненькую пудру темная контурирующая пудра она уже мне говори как ты любишь потому что кто-то любит вот так поярче кто-то растушевать мне чтоб красиво было и можем на фотку смотреть как он покажет чтобы похоже на себя фотка фотка что идет что не этом знаешь вот так ярко темно а тебе нехорошо такая стоимость скажите это мне по телефону сказали чтобы все дополнительно отдельно считать макия головы отдельно укладка отдельно ну как обычно как макияж 5 тысяч стоит макияж реснички полный глаз там тысячу или не помню 150 или 850 он полка она выходит 150 что-то что-то это подчеркнули потом ты вот сюда делаешь как ты рот сделала мы сделаем в одной гонке это какая-то тоже продается можно такой дорогущие они на выставку только рыцарь или у них магазинах у них очень профессионально все так и не найдешь для себя должен быть магазин если они не закрыли так на выставку в любом бывает а вы на выставке и я здесь сейчас все само по себе впитается заходим поярче к концу макияжа 2 думаете отсюда ничего нам не понадобится начало ты рисуешь наверх где карандаши они нереальные просто они тоже попал за тысячи никсонские качества ничем не хуже чем хобби браун анастейш только те карандаши по 5-6-7 тысяч стоит это пять раз не факт что знаешь дешевле и хуже у него качество очень даже замечательно начало мы рисуем наверх потом мы рисуем папушку форму там которую мы хотим сегодня по настроению захотела здесь уголок нарисовала захотела прямо нарисовала сама себе мастер татуажа видишь как он как ручка татуажная плоский у них есть еще тоненькие прям точечные волоски рисуют угол нарисовала по хвостику хвостик тут уже куда тебе нравится ведешь нужно повыше немножко сюда и острый мне скажи какие брови ты любишь могу и угловато сюда нарисовать и прямую я даже не знаю я делаю из чего есть какой из твоей брови облагородили просто а там уже кто как переворачиваю щеточку сейчас уже татуажа никто не делает так научила всех рисовать брови этими карандашами не стрижешь да брови не а надо стричь многие не стригут я стригу вот эти которые в кучере заворачиваются ну если ты справляешься с ними так можешь не стричь видишь эту дырочку надо отпустить я очень красиво брови сделаю если ты их пару раз не тронешь и донесешь до меня брови свои вообще не узнаешь а я их не трогаю так много надо их правильно сделать красить их можно не красить краска форму надо сделать а что чтобы вы сделали изменили как форму форму облагородить ее надо толщину все оставить форму нормальную сделать нечутко вот эти лишние волосы вы бы вокруг вы щипали пошел то есть ты воском или чем не только пинцетом воском никаким не делаю брови всегда левая длинная бровь правая меньше и круглей поэтому точку высоты ты максимально на правой брови вот сюда оттягиваешь сама себе точку высоты поставила и нарисовала поняла да вот сюда оттянула сама визуально чтобы не было что она маленькая коротенькая очень красивый цвет он такой холодноватый эспрессо под любую цветового спорта глазик не удалилитный как бы начинаться должна бровь вот этой дырочки подниматься где зрачок именно у нас все правильно и заканчивается вот от носика через глазик точку у нас идеально заканчивается красивая уже красивая макияжа красивые губы но подсвет шеи вы считаете если основу делать то не очень красиво будет слишком бледно да если будет да ну чтобы как болею чем-то он же не темный мы просто отконтурировали может быть потому что тут еще ты так сидишь у тебя видишь что тут цвет один а в телефоне совершенно другой ну потому что пойдешь смотреться и фоткаться на ступень на лифте где дневной свет это Армани у нас основа закрываем она сама по себе уже красивая даже девчонки даже виду ой не забивай но и так красивый цвет очень жидкие тени не все люблю потому что многие скатываются как жирные а вот это качество конечно очень классно думаете не надо беспокоиться что в глаз что-то может какая-нибудь болячка передаться а то некоторые я знаю даже боятся по визажистам ходить из-за этого у нас же с тобой там слой какой мы туда даже до глаза твоего не докасаемся абсолютно у нас там защита одна ампока другая потом ту тонну мы сделали припудрили то есть конечно ничего абсолютно не будет ты можешь об руку себе даже вот так сделать и с руки уже набирать вообще проблем нет покажите что это светлые любые светлые тени можно начало матовым сделать закругли припомплю мы сделаем пусть пока солнце будем красиво все подняться переливается на ресторан мы не знаю куда вы идете клубком куда-то или что будет и там красиво переливаться и на улице будет красиво матовый скучно мы сделаем подбросок матовый это моряки да по-моему они американские у них качество очень классное что они пальцем наносят все что мы делаем без кисточки когда ты пальчиком припомпила уже совсем по-другому и ложится и плотненько видишь ли головы не скатается у девочки еще знаешь лицо умывается с глазами по 2-3 дня уходим 2 дня долго смывать так нравится стойкая просто она не скатается ничего даже если вы там в пляс пойдете до утра будете тусить даже если тут что-то свернется ты подходишь к зеркалу вот так пальцем делаешь чистой ручкой у тебя этот макияж как нос сразу так отсюда что берем берем бордовый например вот с этим нам надо складочку вот эту затемнить с тобой сюда точечку поставила где косточка и немножечко колеску вот сюда протянула там вроде бы вот прям коричневенько под бровью а тут беленько прям белая-белая белая матовая скучно можно красиво гулять тут ты можешь коричневым просто под волосы оттенок надо какой-то дать чтобы у нас гармонично было коричневым тоже как-то белый с коричневым совсем скучно а мы сейчас красиво сделаем я принято просто поняла что там начало светлое оттенок просто дадим немножко мне кажется скучно вода оттенок если просто коричнево да вот так ну лишь вот я точку поставила не знаю это вот это поинтереснее два вместе смотрят точку поставили с оттенком просто когда в одной гамме вот да и цвет глаза сразу вообще по-другому смотрят все-таки придется хотя к нам блестящим а то нам все идет покосилы карандашиком сточу пробок это очень классный карандашик на все звезды в америке красят они очень-очень стойкие советы и плаваешь с ним и все никакие шанели дёры в пыль даже не попадают его даже вот так сейчас оставить он не наверху не отпечатается ничего просто может фотку еще посмотрим нашу или вы особо на нее не ориентируетесь там толстая стрелка там она от начала да я подводка же могу вырисовать как там не коричневую делаем подводка мне сейчас надо наметать какую-то стрелку хочешь я же не знаю какие любишь стрелки там потому что толстенная стрелка таки красишь мне хочется чтобы похоже получится похоже на это в жизни если красишь такие стрелки я не знаю ну я так хочешь эксперимента ничего страшного даже если не крашу ну там она вот отсюда прям шире идет делаем как там широкую а вы такой совет нет нет я у тебя спрашиваю куда ей больше ниже но мне хочется что похож тот был макияжик вот насколько возможно я боюсь что она мне подойдет и не сотру я то есть карандашком вы сначала наметываете да потому что я не знаю что ты любишь когда мои постоянные клиентки урихо и сейчас у меня Софья мой сейтон мы уже 20 лет красили я знаю что она любит и что она хочет а бывает одно на картинке а человеку это просто из гипса глаза не подходит не идет это не хорошо нам просто наметать до куда ты хвостик любишь намочили кисточку не рассыпалась потому что многие когда красит черный тень сильно осыпается паричь его махнула можно чуть-чуть обычно у вас вы так все в одном зале делали випсы оплачивали 10 тысяч випс стоят в кабинете на час да нижние ресницы красите да а тоже какие-нибудь щеточки такие вот не используете которые нет покрасим и выбросим да я имею ввиду что для каждого клиента своя нет такого нет надо выкинуть и все помаду у всех свои карандаши у меня же каждый день люди приходят на макияж два цвета я работаю у судьбы у каждого своя косметичка там все подобрано своя косметичка у клиента они их не таскают у меня все лежит у каждого своя я все подбираю несколько карандаши и они у вас хранят потому что кто-то плотный да конечно они каждый день приходят зачем они будут таскаться у них дома свое на даче свое у нас немножко контингенты у их клиентов у них есть клиенты которые сейчас с собой у нас отбирают то есть вы так хоть тушью вы их не красите нет у них у каждого своя у них у кого тогда нет мы выбросим все ее потом она стоит копейки это точно очень хорошее стоит 600 рублей это в макияж можно считать или бросить клиенту отдать проблему палочками я крашу поярче я даже не знаю я просто по теням вот думаю там по-моему на фотке наоборот у нас здесь беленькая а сверху коричневая да как мы сюда больше коричневого положим мы сюда углубим вот это место и так это место глубоко посажено мы еще больше еще черный коричневый можно так чтобы здесь больше белого надстрелка как на фотке прям вот до сюда вытянуть белое ну там вот белая надстрелка а сверху коричневый сделаем вот так да но у нас только расстояния нету от брови в этом месте ну вот разделим сколько есть на два белое вот до сюда могу протянуть вот чтоб на фотку давайте похоже да там вот внизу белое а сверху коричневое а у вас обычно на вечерний макияж часик да выделяется я на своих лентах 20-30 минут хорошо просто не понимаю что мы хотим сейчас хотим вот как фотку да то это место у нее там видишь еще и квадратом сделано пойдешь с таким квадратиком я просто такое не делаю это вот ну как подиумный макияж уже совсем не видишь там как сделано вот до сюда как квадрат у нее беленький там где жампула у нас это те же тени да они скорее коричневые да беленьких нет там это есть конечно но какая ампула положите она там видишь я туда накинула не растушевывается ампула это какое увлажнение на лицо а как она относится к теням на ее же кладем ампулу уже она тушился не красиво растушевывается да белым карандашом туда прорабатывает я думала что при форме вот белым карандашом как очки ты вот так все делаешь и просто белыми тенями забиваешь прям вот таким белыми белыми я думала что мы блестящие что такое положим у нее прям просто очки надо белое здесь у нее и просто сверху коричневое у нее просто расстояние да сначала белое потом коричневое а у нас наоборот у нас здесь белое просто я его видишь вот сюда не дотянуло до конца это очень опасное это белое место он будет как новейшее вот это века мы с белым подчеркнем поэтому тут всегда углубляют это пэшн макияж вот эти мы хотели мы с тобой делаем ну это вначале вы предложили а потом же мы эту фотку выбрали но он сюда не очень да будет мы сейчас ориентируемся на эту фотку а там только белый коричневый так а вот то что там сверху коричневый прям ты рыжий-коричневый еще хочешь? мне хочется как на фотке похоже получится прям это рыжий-коричневый и прям он мне кажется под брови да там ну куда мы еще сюда положим ты еще сидишь и хочешь как на фотке у нее там высоко причем фотография и твое строение глаза это вообще ну вот посмотри там место широченное я бы не лезла может под бровь прям лезем с тобой у нас не будет вот этой красоты высоты просто у нас прям совсем другой макияж нет то это а там вообще они вот так наоборот вот так все белого до конца вот сюда здесь коричневая мы просто тут стирать стойки переставлась онаgravно а зачем так сделала если фотка была по другому вот там εκу коричневого у нас потом тут белая А у нас, получается, под бровью белая, а здесь коричневая. А как под бровью? Открой еще раз, умоляю. Сейчас. Необычно так. Да, вот сверху коричневая. Вам не нравится такое? А почему что-то? Визуально белая бровь поднимает, понимаешь? Ну так тоже неплохо, если ходишь, не знаю, мне вот так больше нравится. Вот так лучше, да? Конечно, визуально бровь подкрытая, поднятая. Ну да, я так просто обычно плюс-минус сама всегда делаю. Хочется вот эксперимент. Видишь, этот цвет у нее как будто побитая сверху. Ну тут нет. Побитая, почему? Ну подбитый глаз мне вот визуально. Ну так подбитый, он фиолетовый был? Не-не-не. Всегда под бровью кладут белая, это классика. Да-да, мы же эту фотку выбрали, чтобы на нее ориентироваться. А ниже получится белая вот так вот. Вот здесь белая там на фотке. Сначала коричневая, ниже белая. Кипель на белую. А? Прям кипель на белую? Ну да. Что-то нам новенькое, да, понадобится еще? Такой большой зал. Люстра, конечно, очень красивая. И мне кажется, старинный паркет. И все делается в одном зале. Вот там маникюр был. Вот. О, нашли белый. Ура! Ну полно. Сразу матываем, что вы решили, чтобы на красивую поделить блестюшку. Да-да, чуть-чуть осветлилась. Конечно, она все равно не так прям белая, как-то. Да, потому что она изначально не положить основу, вот в лармане стойкую. Мы же хотели перламутровые тени положить. Ну, я, мне кажется, из-за того, что сначала коричневая, а потом сверху белая. Коричневая сверху, а тут вот ты его хочешь подбрось, выше делай. Ну, просто основа мешает. Основа мешает. И все, конечно. А я для стойкости ее положила, чтобы блестящие тени наложить. Виде, чтобы у нас такое уже решили красиво делать блеском. А это вообще матовый макияж тогда. Матовый, матовый. Ну да, вы говорите, надо было вот это сразу не делать. Нет, просто белый к матовым сразу. Мы говорили, что если я потом сказала, подумай, он не запрется. То есть это из-за того, что мы выбрали блестящие тени аниматовые, и поэтому вот такой цвет наоборот. Что делать вот этот, ты мне сказала, одобрила, что он. Мы же фотку выбрали белый с коричневым. Ну, немножко, конечно, там прям четкая разница. Вот четко, видите ли, там прям коричневая заканчивается. Прямо кремообразную. А потом белый, а у нас прямо она сливается. Нельзя? Можно, конечно. Можно, но это для фотографии. Вы одну для съемки смотрите, а в жизни другая. На две секунды. Можно, даже и карандаш можно поставить сюда, положить, чтобы четко было. Прорисовываешь грань здесь. Вот так как у нее там грань прям сделана не жирным, как мы вот эту скулочку рисовали с тобой. Может, как грязь будет смотреться в живом. Ну, софиты светятся фотографии. Это для бровей карандаш? Да. Любую ты делаешь. Ну, основу подчеркиваешь. Можем карандашом сделать. Мож, как у нее, это кремообразная основа. Корректором, думаете? Может, тенни какие-нибудь? Нет, у нее жирненький корректор. Но он в жизни скатается. Конечно. Получается, этот цвет невыборочный подбровь вообще. Просто работаю в два цвета. У меня прям грязь будет, как брови. Я не делала никогда в жизни за 20 лет случаях. Посмотри, она как будто как заросит брови. Ну, может, тоже какой-то смысл есть. Ну, может, это потому что мы карандашом, а сверху тенями. И оно как-то может, потому что неравномерное лягло. Поэтому смотрится как волоса, да. Да, они прям, видишь, как сдалека как будто заросшая бровка. Белым в сто раз было красиво. Да прям выше бровь смотрелось. Ну, мне хочется просто такой именно макияжер, как сделать. Положить просто сюда коричневый до самого начала и все. Любой тон сюда стирает. Убираешь грязь не будет. Это надо почистить, когда вычищены вот эти мелкие пушок. Вот эти тени ложатся ровно. Красиво даже пальчиком. Даже пальчиком может так коричневым куки положить цвет. Я просто пришла к нему себе, потому что его красить можно. И брови как будто бы чуть шире смотрятся. Девочка нереальная. Спасибо. Это манекен или девочка? Девочка, как красиво. Это меня манекеном назвали. Клиентка очень опасла, жена. Я там говорю, такая девочка красивая, как кукла, она говорит. Так, а это что у нас? Попробуем усилить, да, его? Там прямо коричневый крем. У нее прямо такой насыщенный коричневый. Но у нее красиво уже в итоге смотрится. Потому что, естественно, тебе, кстати, посвечу то же самое. Будет сейчас мы с другую рампу принесем, ты себя сфоткаешь. Конечно, будет так же. Один в один. Не то, что один в один, а будет так же переливаться все гладенько и ровненько. Там же, посадишь, какое освещение. И фотошоп мне наверняка еще. А у вас у софи зажистов своя косметика или одна? Да, все и у каждого. Все разные пользуются. Ничего одинакового не бывает. Ну, сделали все, что могли, да? Там просто прям четко белое, четко коричневое. У нас вот так вот. Как слышать макияж? Если не сказать, что я иду на съемку, там, реклама, это прорабатывается вообще карандашом сначала, матовое надо было все делать. Ну, ты вообще изначально с другого согласовали одно, получилось с другой. Чистенький, наточный. Иди мне, пожалуйста. Вот так, смотри. Ага, открываем. Сюда тут прокрашиваем, чтобы когда разговариваешь, не надо. А что вы говорите, согласовали, оно получилось другое. Это то, что блестящее, блестящее белое или... Не матовую основу сразу положить. Основу или белый цвет? Основу прям белую кладу. Не блестящую, вот это, как мы армами сделали. Вот такие, если они матовые, у нас было сразу матовое на стороне положить. То есть, если бы не было блестка, было бы больше похож. Блестящее, матовое, матовое. А матовое-коричневое или кто? Белое, матовое-белое. Белое, яркий цвет получился матовое. А что это за блестка такой? С лечебным эффектом, с пантенолчиком. Покажете? Прозрачно. Как называется? Пантенол, это чистый пантенол. А, чистый пантенол. Продается в аптеке? Да, очень хороший он, когда губки сухие, трещинку сразу залечит. И из тюбика, если тоже, ничего страшного думать. Я всегда сделала, то есть, скиптика провела, ничего не будет. Ничего не будет? Срезала, выбросила верхушку, все так же, как барандаш. Думаю, достаться. Тоже через тюр блестящий сейчас уже, кстати, все от халайтеров убегают. Да, немодная ваша. Это блестюшки, через тюр толстый, тоненький. Вот это вот сюда, улыбайся. Вот улыбнулась, видишь на вот эти выступающие части себе, клавочки. Так что в макияж какой-нибудь сделать, все равно. Родина освежает лицо сразу. Ну, вообще, сделали максимально похожее, как могли, да? Не то, что максимально, просто вначале вдруг бы немножко не поняли, А я же фотку сразу выбрала, как, что там. А что там положить, там фотографию мы поменяли, потому что изначально вот эти хотели делать, я основу, понимаешь, положила? Я же сразу эту фотку выбрали. Нет, как и сразу. Ну вот на нее. Покажите мне цветные тени, которые есть. И выберем фотографию. Потом выбрали вот эту фотографию, коричнево-белую. Ну, а в чем, мы же розовую так и не успели добавить. Основа-то уже была не матовая. Основа. Вот эта Армания основа. Коричневая, которая. Она не коричневая, она тоже такой. То есть из-за того, что мы сразу... Матовые, если бы положили, да, и матовые бы тогда белые легли бы плотно. А он видишь потом, у него же с перламутриком, с блестюшками, поэтому уже только блестяще. А то, что вот мы его положили сюда, а не наверх, ничего страшного. Ну, мы его положили вниз, а наверх белое в самом начале, а на фотографии наоборот. Здесь коричневая, внизу белая. Вышка, мы просто на макияж пришли, и мы делаем максимально из своего глаза тоже, чтобы красиво было, понимаете? А, то есть вы так, как мне лучше хотели, да? В этом смысл или просто перепутали? Нет, нет, смотрите, все еще от века, от своего строения. То же самое, как приходят вот с такими тоненькими бровями. Хочу вот такие, как мы это сделаем. Если у нас исходник немножко, понимаете, другой. Максимально стараешься под человек аж построить. А кто-то копирует, идет, не идет. То, например, брови черные сейчас, как бы все девчонки. Это у нас красят. А мне почему вот тот, как на фотографии не идет? Почему он мне не может подойти? У нее немножко на фотографии, у нее вот это место, видите, какое широкое там. От глаза до брови? Да, и они положили много. Здесь прямая бровь у нее идет, положили много здесь коричневого. У нее места там больше. А мы положили коричневое, видите, мы визуально уменьшаем себе вот это расстояние. Сдалека, вот если вы посмотрите, видите, визуально темное у нас углубило. А когда мы положили белое сюда, ну, например, получалось секси, вот так глаз открылся, вот из-за белых теней. Красивее было? Красивее было, чем сейчас, думаете? Сейчас тоже своя красота есть, эффектно так, ничего не спорю. Если сейчас мы поставим лампу или там я вам подсвечу его сфотографируйте, все будет более фэшн. Ну, все, спасибо. А, думаете, с фонариком? Да, тут хорошее освещение, так видно, да. Немножко здесь как будто бы такое, чуть-чуть, как будто бы... Пальчиком можно поправлять, да. Да, 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 пальчиком. Там же кремообразно, а может, что-то еще лучше. От лица не отличается особо, да? Нет, почему-то вы надели, чтобы шею не пачкать здесь. Вообще, конечно, если бы ты уже на ныряде пришла, мы бы закрыли салфеточками здесь. Сделали бы тут тоже и косточки делаешь. Ну, просто я сейчас испачкаю белую блузочку, жалоб, мальчику. Сравняли немножко шею, чтобы уже одеться лапочкой. Сравняли, так? Оденетесь вы уже немножечко пудрочкой, а мы литончиками. Хорошо, ладно. Это мне как дневное вы, получается, посчитали, да? Да, да. А вечерний сколько стоит? Там пол-шецот, и плюс там добавляются ампулы где-то до 6,5. А, ампула – это сыворотка вот эта, да? 6,5? А вас можно поснимать сегодня? Ну, там, как выглядит что-нибудь интерьера? Ну, вы знаете, если клиент там служит. А, мне вы тут, допустим. Здесь как? Макияж мне посчитали как дневной. Ну что, разрешили поснимать внутри, и здесь, конечно, просто дворец. А это оригинальные картины, не знаете ли, репродукция? Оригинальную? В общем, владелец, видимо, оценитель антиквариата. Это много старинных вещей. Это настоящий особняк. С лестницы на второй этаж. Мне, собственно, макияж делали вот там. Здесь зона ожидания. Кстати, мне ничего, кофе не предложили. Сейчас спросим. Ладно, чуть-чуть попозже. Вот, очень высокие потолки. Смотрите, тут уже какой-то антиквариат. И это, судя по всему, ну, я так догадываюсь, что, наверное, есть владелица. И вот здесь тоже кукла, которая выглядит точь-в-точь как она. Так, здесь как-то у нас правильно называется фортепиано, по-моему. Меня музыканты все время поправляют. Здесь зона живых цветов. И вот такие вот колбы с водой. Кстати, на втором этажах, ну да, вот тут тоже. Видите, вокруг лифта тоже такой вертикальный аквариум, как будто. С пузырьками воздуха. Так бы было непонятно, что это вода. Но за аэрация привлекает внимание. В общем, очень медитативно выглядит. Так, тут тоже, видимо, владелица. Какие-то пространства. Сейчас туда сходим. Еще несколько кабинетов, глядя. Но реально можно заблудиться. Так, туалет номер один. Он очень маленький. Малюсенькая раковина. Здесь такая пластиковая урна с педалью. Не знаю, выглядит по сравнению со всем остальным, конечно, очень бюджетно. То есть прям можно ремонтик сделать. И, честно говоря, если бы совпадал дизайн интерьера тоже в каком-нибудь немножечко усадебном стиле, выглядело бы лучше. Думаю, может, это какой-нибудь вспомогательный туалет, а не основной. Давайте сейчас заглянем вот в этот. Здесь второй еще есть. Да, у него несколько более солидный дизайн. Здесь такая плитка перламутровая, бежевая. Большое зеркало. Но тоже никаких нету плюшек. Почему? Сейчас в современных салонах очень любят баловать клиентов какими-то интересными деталями. Например, кремом для рук, диффузером. Здесь нет одноразовых накладок на унитазы. Вообще классно, что предусмотрели как бы их наличие. Но по факту они тут отсутствуют. То есть тут просто пластик. Что-то тоже светильники в таком ретро-стиле. Но никаких женских штук, ничего нету, чтобы почувствовать, что ты в люкс-салоне. Да, это как бы не основная часть услуги. Но, блин, когда ты в такую садьбу заходишь, есть ощущение, что это именно туалетная комната будет, в которой ты сможешь релакснуть. Ну, а тут по факту только вычеркнуть острую потребность и покинуть это заведение. Ничего лишнего. Я поняла действительно такое ощущение, что когда-то один раз в салон вложились, и планов постоянно эти вложения обновлять нету. Но место, конечно, бомбическое, люстра очень красивая. И во втором зале тоже примерно такая же шикарная люстра. А есть у вас прайс-лист? Можно посмотреть? Контурный макияж это, видимо, перманент. А есть макияжик, не подскажете? А кто подойдет? Управляющий. Управляющий? И подскажет? Да. А вы не знаете, есть он может мне ждать? Я сейчас приду. А, вы себя плохо чувствуете? Снимать нельзя. Прайс-лист нельзя снимать? Сейчас подойдите. Прайс-лист на сайтах есть и так далее. Не секретная информация. У нас идет консультация по телефону. Ну да, я не консультация, а прайс-лист посмотреть. А мне обязательно управляющую ждать? Добрый день. Добрый день. Да, хотела бы прайс-лист макияжик поснимать. А зачем? У нас все цены есть и будут на сайте. Ну да, на сайте. Да, ну просто я... Не надо просто. Все цены есть на сайте. Так это же, если все есть, открытая информация, почему не надо тогда? Потому что она будет для внутреннего поляса. Так, если это есть, она же подублируется. Все, что для внешнего поляса, у нас есть это самое. То есть прайс-лист снимать нельзя? Хотя вся информация есть на сайте, но снимать не надо, да? Смотрите, в ситуации вы хотите, чтобы записывать на сайте. Ну да, если я просто вот хочу посмотреть цены, мне надо на сайте есть. Ну ничего, сегодня они одни, завтра, а потом вы будете трясти эти, на самом деле. Чем я трясти? Ну да, можно. Может быть, завтра нужно у кого-то... Ну да, я же снимаю на сегодня, но у вас тогда будет на другой день. А завтра уже будет неинтересно, правда? Вот это неинтересно. Ну я говорю, вдруг, если завтра придет руководство, поменяется. Ну поменяют, а у вас же и прайс-лист тоже поменяется. Придут и будут... А вот у вас вот такая... Но это было на дату сегодняшнюю, правильно? Если поменяется цену, у вас и так они будут другие. Так, ну что, вышла я на улицу. Честно говоря, иду, мне так мысли разбегаются. И вообще, я заметила, что в динамике что-то умное говорить крайне сложно. В общем, все равно, мне кажется, что лицо темновато, как думаете. Но мастер изначально это не отрицал. Она сказала, я выбрала что-то среднее. Ну то есть, никто не пытался мне это под шею подогнать. Потому что, если, типа, брать такой же цвет, который бы подходил мне под шею, это было бы очень бледно. Ну, соответственно, темный тоже некрасиво. А вот средненький самое то. Из плюсиков, да, это, конечно, то, что реально салон находится в особняке в центре Москвы. Дальше чай, кофе мне не предложили, никто не сделал и не намекал на это. Я, честно сказать, даже в конце думала попробовать. Ну, просто посмотреть, как это все будет выглядеть. Попросить сделать чай или какой-нибудь напиток, там, водичку. Но из-за того, что я увидела, что администратор начала очень сильно морозиться, она прям вообще на меня не смотрела, держалась от меня в трех метрах. Такая очень осторожная была, не хотела со мной разговаривать. Даже я там какие-то вопросы по пресс-листу задавала. Она сказала, все, типа, ждите управляющую. И опять там какой-то вопрос, она ждите управляющую. Ну, в общем, максимально не шла на контакт, вообще выключила всю доброжелательность. И потом она обмолвилась, а мы что это увидим на ютюбе? Ну, то есть, в общем, кто-то, видимо, сказал, что я блогер. И они таки сразу вычеркнули меня из списка потенциальных клиентов. Ну, и как бы опция доброжелательности стала мне недоступна. Что касается нашего визажиста. Это какая-то немножко мне повела, чуть-чуть румяночкой, кто заметил. Чуть-чуть еще там некоторыми салонами, где была обычно мастер, она же владелица. Максимально приветливая такая, как хозяйка, которая встречает гостей. Никакой там дистанции, субординации вообще. Ну, то есть, здесь меня тоже сразу начали на ты называть. Макияж, несмотря на то, что я выбрала, ну, собственно, с одобрения мастера фотографию, она делала наоборот с самого начала. И при этом, когда я впоследствии уточняла, ну, почему мы, как так? Она говорит, ну, ты же меня согласовала. Выглядело это так, что какой-то поток речи. Что вот мы сейчас возьмем вот этот, вот это тебе хорошо, как думаешь? Я там вообще не успевала половину разобрать. Ну, такая, Сизуки Ва, он такая, да, вот это, вот это. Но в качестве ориентира у нас есть фотография. И в итоге, когда что-то не получается, она говорит, так, помнишь? Я здесь вот это вот сказала, и ты такая кивнула. Ну, ты одобрила, ты одобрила. Поэтому теперь не похожи. Ну, надо было сразу не одобрять. Я же вот сказала, да, с блестяшкой. Ты сказала, с блестяшкой. Хотя непонятно вообще, как то, что у нас блестяшка или не блестяшка. Влияет на то, похож макияж или нет. В качестве, помните, где-то там в середине макияжа обоснование, почему у нас выглядит по-другому, было то, что мы для стойкости нанесли основу. И она тоже говорит, вот я же тебя спросила, для стойкости основу нанеси? Ты сказала, да, если бы мы не нанесли, было бы гораздо больше похоже. Хотя как это связано, вообще не ясно. Но самое главное, я же не обязана по ходу пьесы прям контролировать каждое слово визажиста и определять, насколько это повлияет на результат. Да, я, может, вообще полный профан, начальник. Я вот показала фотографию, хочу так, и все, больше мне ничего не волнует. Дальше же решение мастера выбрать такую траекторию движения, которая приведет нас именно к желанному результату. А не куда-то мимо, а потом сказать, что это вот клиент не вовремя кивнул. Из хорошенького, да, это то, что визажист все рассказывала, отвечала на все вопросы. И реально, когда я озвучила, что я хочу поснимать, вот она, видимо, решила, что я в том числе для собственного обучения. И она не зажимала информацию, старалась делиться. Уж насколько она там мне пригодится, это другой вопрос. Но то, что она там не думала, ой, мои фишечки, ни как это не озвучивала вообще. А буквально каждый свой шаг она сопровождала каким-то рассказом. Но это реально не часто встречается, прямо скажем, потому что большинство визажистов рассказы сильно мешают работать. Это вообще ничего не мешало. Она отлично себя чувствовала. Да, но это не отменяет того факта, что у нас макияж вообще не похож. Несмотря на то, что мы в конце там делали 300 попыток все-таки перевернуть эти цвета. Но понятно, что вначале мы нанесли цвета наоборот, как она сказала, потому что это лучше мне шло. Но что, что я референс показала, где как бы сначала идет белый снизу, а сверху коричневый. Но она сказала, что вот я посмотрела, тебе так больше идет, поэтому я их разместила наоборот. Когда я все-таки настояла, что мне хочется именно так, отсюда мы коричневый не снимали. То есть она основу брала только под бровью, а здесь поверх коричневого нанесла блестящие тени белый диор. Но естественно нет ни ярко выраженного белого, ни сверху ярко выраженного коричневого. То есть он такой получился, он носит довольно нюдовенький и просто минимально похож на референс. Я так понимаю, что в салоне особо никто не парит с этим, знаете, с повышением квалификации, с тем, чтобы там держать руку на пульсе, не человека, который бы отвечал за весь процесс и контролировал, довольны клиенты или нет. Опять же, потому что не с этим чаем кофе, вообще никто не словом не обмолвился, никто меня в конце не спросил, все ли мне понравилось. И как я поняла, обычно здесь больше принято дополнительно каждую опцию прибавлять к базовой цене прайса. В принципе, мне по телефону сказали, что у нас вот такая базовая стоимость макияжа, но все остальное считается дополнительно. И как бы все остальное, что именно, неясно. И вот я поняла, что как минимум бы мне посчитали дополнительно сыворотку. То есть там, как сама визажа сказала, ой, две капли надо на все лицо. Но при этом называлась эта сыворотка почему-то ампулой. Хотя никакую ампулу при мне не разбивали, это просто была обычная сыворотка с пипеткой. И вот эти две капли на меня нанесли. Ну, и в конце озвучили, что потом это в подарок оказалось, а так бы это тоже стоило тысячу или полторы. То же к гигиене у меня огромные вопросы, потому что из тюбиков было просто все. Все, что было не из тюбиков, наносилось пальцами. Да, и, конечно, всю процедуру несколько смягчает то, что визажист такая вся доброжелательная, она щебечет, щебечет. Но по факту она не на один вопрос вам не ответит. Она просто вводит тему так, чтобы сместить акценты. Ну, как бы в этом все ответы. И то же самое, когда я спрашивала про гигиену, что там с микробами, этот потрясающий ответ, что мы наносим не на кожу, а на тональник. А тональник от всего защищает. И когда мы там тени эти тоже кремовые тюбик окрасим, которым неизвестно, сколько людей до этого красили, конечно, так быть не должно. Должно быть все через нейтральную поверхность. Я на всякий случай, потому что, скорее всего, салон будет это видео смотреть. Из тюбиков ничего нельзя на лицо наносить. Потому что остается эпителий каждого клиента, который попадает потом в баночку. Там размножается, неизвестно, кто чем болеет. Ну, типа, у нас вообще миллион кожных заболеваний. И передавать это от клиента к клиенту, как бы не камильфон. Тем более за вашу стоимость, и за позиционирование этого места, как люкс-перилюкс. Что там про тени, тоже мастер мне сказала, что у нас на веке нанесена база, то есть тональная основа. Поэтому никакие бактерии до глаза не доберутся. Я вообще такое с первого раза слышу. Конечно, это, мягко говоря, неправда. И на каждом этапе, когда возникал какой-то сомнительный вопрос, речь мастера сильно ускорялась. Ну, видимо, она привыкла так просто переводить внимание. И все. То есть ты уже через секунду начинаешь забывать вообще о чем спрашивала. И потом много-много аргументов, которые вообще сюда никак не относятся, и на вопрос не отвечают. Но все равно я бы, конечно, не могу не обойти тот факт, что визажист старалась быть доброжелательной, так очень мило ко мне относилась. И потом я очки забыла, она мне их вынесла. Но я так и не поняла, в чем люксовость этого места. В чем? Помимо того, что это реально шикарная особня. В туалетах все очень скромно, экономно, бюджетно. Косметика, которую мне красили, тоже сами видели. Вообще как бы не люкс ни разу. То есть там пара продуктов была, какого-то дорогого сегмента. Но в основном это прям, что это грустное, печальное. Там палетка для контуринга с остатками в рефилах. Ханце еще вот так вот со мной разговаривали, что типа ты своим прайсом будешь трясти, это на секунду управляющая. С гигиеной тоже как-то все грустно, печально. Чай, кофе мы не увидели. Все процедуры тоже в одном кабинете проводили. То есть напротив меня там ногти кому-то пилили. Но все это как бы создает дополнительный шум. Классно, конечно, когда для ногтей есть отдельные кабинеты. Кстати, да, и когда я пришла, помните, я спросила, что у тебя на лице, я сказала, сыворотка. Она такая, ну значит ничего наносить не будем. И я там еще не успела телефон с колен поднять. И уже на меня начали тональный крем наносить. То есть без очищения лица, без всего. И только когда я озвучила, что я как бы шла по улице, может чем-нибудь продрем, типа лето, жара. Она такая, ну давайте. То есть тоже это вообще не обязательный пункт программы. В общем, я поняла, в чем одна из основных причин. Если ты сознательно никак не впускаешь в какую-то экосистему, как бы новую жизнь, то она со временем начинает очень сильно капсулироваться и консерватизироваться. И так как здесь основной контингент это взрослые женщины, практически все сотрудницы, работницы, которые я видела, это тоже женщина, так сказать, ну я не знаю, за 50, за 60 лет. Обычно уже в таком возрасте все новенькое тебе кажется чем-то лишним. И если нет постоянного обновления и прогресса, то ты не можешь встать на место. Это будет медленный такой откат назад. Потому что все технологии, которые миллион лет, которые там применялись давным-давно, они потихонечку устаревают, их замещает что-то новенькое, более актуальное, современное, лучшее, чаще всего. Если тут, получается, нет выбора, ну я не знаю, управляющего или руководителя, который бы специально как-то позволял свежему воздуху зайти в это пространство и что-то здесь постоянно обновлять, то мы будем видеть то, что есть. Вот это старенькая косметика, старенький подход к макияжу, технологии, вот эти старенькие отношения тоже клиентам так себе. И как бы вокруг будут места, которые уже прогрессивно идут вперед, а вот это вот как будто немножечко застыло в прошлом. По мне очевидно, что не хватает ветра актуальности. И даже, наверное, нет смысла точечно что-то менять, потому что сам подход к организации работы салона требует каких-то свежих идей и обновления. Ну и заглядывайте на Boosty, где уже доступен новый трэш-обзор, которого пока еще нет на YouTube. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Как вам салон? Оставляйте комментарии, целую вас. И всем пока-пока. Где не видно тебе Мне совсем нелегко Я буквально на дне Падает снег Сверху падает снег Не в силах сокрыть Мой пламенный снег Так пронзительна и колка Так унизительно долго Стараюсь вытащить иголку Хватаюсь пальцами только